У человека нет никаких рамок уже, ограничений, правил. Он просто, знаете, это называется бой без правил. Раньше был кодекс воинов в шатри, что когда уже солнце садится, все уже перемирие, они даже ходят в лагеря друг друга, там кушают, обнимаются. То есть они не нормальные, ведическая такая культура, такие нормальные отношения. Потом опять рассвет, они опять воюют друг с другом, представляете, да? А сейчас наоборот, это как беспредел, то есть никакого нету кодекса, ничего. И нападают ночью, там тяжелой артиллерии, там всех перебивают. Понимаете, ну, нету никаких правил. Это раку там действует, беспредел называется. Тоже так эго проявляется, эгоизм. И вот это первое, из чего начинается наша жизнь, вот говорит астрология, вообще наша жизнь, она происходит от кого? Как вы думаете? Конечно, от Бога. Господь является нашим изначальным отцом. И духовного Бога в нашей жизни представляет Солнце. На самом деле, в недрах Солнца находится Нарайаном, четырех руки, который излучает сияние. И благодаря этому сиянию мы все видим. Это Господь светит, понимаете? Это не просто Солнце, оно там, какие-то реакции в нем термоядерные. Понимаете? И вот Веды, они об этом говорят, что источник нашей жизни, это является Солнце, является источником всех элементов. И также в карте оно показывает нашего Отца, или нашу причину, почему мы пришли сюда. В какой-то степени, какие уроки мы тут должны получить, это тоже показывает Солнце. И также показывает наше эго, как мы хотим себя проявить в нашей жизни. Понимаете? Вот как я себя представляю. Вот это, как я хочу похожим быть на Бога. То есть, в этой мере, мы хотим просто имитировать Бога. Каждый хочет быть кем-то. Ну, это, ну, желание быть, как, ну, Бог. Вот, это показывает Солнце. Вот это первая планета, вот в нашей карте, самая основная, которая дает нам начало нашей жизни. И что воспринимает жизнь от Мати? Мать, Мать, это Луна. Знаете, да, Луна? Она, Солнце, оно проходит знаки Зодиака за целый год, а Луна проходит целые, все знаки Зодиака за один месяц. Вот. И здесь отсюда цикл 12 месяцев, да? Вот как раз 12 таких циклов. Вот. А Луна, она представляет Мать или Ум. И вот Душа, она воплощается в этом мире посредством ума, тонкого тела. И мы начинаем отождествлять себя с умом. И все, что у нас происходит, вот в уме, мы очень серьезно воспринимаем. Вот я, вот, все мои переживания, все, что, вот, так оно на меня воздействует. Вот, 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 даже вот наши чувства восприятия, вот, есть пять чувств, через которые мы воспринимаем этот мир. Они в основном вот здесь вот находятся. Вот, интересно, видите, голова, глаза, нос, да, мюх, потом кожа, сязание, вот, слух есть, язык, вот, вкус. Все пять органов чувств, и мы воспринимаем вот этот вот мир. И центр, шестое чувство, это Ум. Но Ум находится вот здесь вот, в сердце. Интуиция. Да, интуиция. Да, это проявление ума, совершенно верно. И вот это женское качество. Это интуиция, потому что, вот, женщины, они, в основном, под влиянием чувств, вот, ума, и поэтому считается, что Луна, она очень сильно влияет, потому что женщина, она мать, она дает рождение, вот, телу. И вот этот вот Ум, это наше, является вот тем, что переносит наши жизни в жизнь, как, ну, транспортное средство, вот это тонкое тело. И считается, что больше никогда не рождаться, мы должны очистить наш Ум, наше сознание. И вот, душа, вот, мы можем реализовать себя только, когда мы, ну, как это, взращиваем в себе отношения с Богом, чистую преданность. И это выращивание, вот, как раз оно происходит вот в этом уме, это работа над умом, понимаете? Вот, и это Духовный Учитель, он является в нашу жизнь. Душа, она переселяется из тела в тело, миллионы жизней. Мы, непонятно, на каких планетах даже были, в этом тонком теле ума. Мы путешествуем по всей Вселенной, это то, что дает нам Луна, она показатель. И вот, во всей Вселенной, в конце концов, мы попадаем на Землю, и какое-то время мы можем встретиться с истинным Духовным Учителем, который будет нас правильно направлять в жизни и выращивать в нас, именно, вот, как он занимается выращиванием сознания, сознания Гришны. Потому что эта мать, это та, которая выращивает от ребенка. Потому что цель, почему мы сюда пришли, в этот мир, это стать совершенными. Каждый человек стремится к совершенству сознания, да? Вот, и мы воплощаемся для того, чтобы достичь этого совершенства. Вот, и это совершенство, оно достигается, используя ум, вот, этого Луна. Вот, и эта мать, она, вот, выращивает вот этого ребенка, или вот, как вот, мы выращиваем, вот, в себе чистое духовное сознание, в отношении с Богом, именно при помощи мантры медитации. Вот, вот, медитация, это вот, вот, именно работа с умом, понимаете? Когда мы стараемся сосредоточиться на высшем объекте, на Кришне, и все остальное, ну, как, отодвинуть. Потому что, вот, в уме у нас постоянно возникают наши какие-то проблемы, желания, страхи. Это все наша нечистота. И вот, когда мы будем духовной практикой заниматься, мы почувствуем, что это все потихоньку будет уходить. И вот эта вот Луна, ум, вот, в карте, он показывает именно состояние нашей психики, вот этой психологии. Мы можем понять наши наклонности, нашего ума, чему мы склонны, чем мы склонны заниматься. Вот, ну, что нас притягивает в этой жизни. Очень хорошо видно. Я когда, в начале 93-го года, даже в конце 92-го, я прочитал про качество ума, свою звездочку. Я был поражен, насколько это точно, вы знаете, насколько мы можем просто понять себя. И вот, мы рождаемся, мы можем просто уже увидеть, какие наклонности есть у ребенка, и что его притягивает, понимаете. И дальше, вот эта третья планета, мы идем по дням недели. Это очень интересно. Вот, мы все хотим как-то проявить себя в жизни, да? И вот у нас есть тоже составляющая нашего сознания, это, ну, Марс, планета, это планета действий, или усилий, или же, ну, как это сказать, такой воин, который есть в нас, который, посредством которого мы хотим чего-то достичь в этой жизни. И вот его положение, мы можем тоже увидеть, насколько у нас есть вот эта способность что-то достигать, в какой области вот он находится. Тоже как-то из качества, которые мы приобрели с прошлой жизни. Вот, и изначально, вот эта чистая форма, вот, чистое проявление вот этого Марса, это защитник. Защищать именно принципы религии, или духовной жизни. И вот начинается вот эта деградация и падение этих принципов из-за неправильного отношения к женщине. Это вот в Багавангите, да, мы можем это почитать. Оказывается, что к женщинам очень уважительно относились, как к матерям, в первую очередь. К тем, которые могут дать жизнь ребенку. И это не просто женщина, как объект эксплуатации, понимаете. И как только вот начинается такое вот отношение к женщине, религиозная жизнь начинает падать. Просто с этого начинается деградация общества. И вот Марс, это тот, кто, ну, защищает. Вот, женщина, женщины, дети, старики, они должны быть под защитой, религиозные принципы. И вот полицейские, например, государства, или право, суд. Ну, вот эти все органы, они, на самом деле, они, ну, как, должны защищать, в первую очередь, религиозные принципы, принципы морали. И именно от чего защищать? Вот, вот, у каждого из нас есть шесть врагов. Вот, на самом деле враги, они находятся внутри нас. Это возжиление, гнев, жадность, зависть. Вот. Иллюзия. Это тоже я иллюзия. Думаю, что я такой хороший, я, может, не так. Тоже, тоже враг. И вот это Марс, или вот эта праведность, и вот это, это, в первую очередь, защита от этих качеств. Вот, если, представьте себе, так общество устроено, что защищает от этих негативных качеств, все тогда счастливы, понимаете? Это основа, ну, добродетель, и это основа счастья. Потому что из-за того, что, ну, вы можете даже заметить, я в Индии полетел первый раз шесть-семь лет назад, или шесть-семь, уже семь лет. Я увидел, что там люди счастливы, более счастливы, чем мы. Потому что они более чисты, ведут более чистый образ жизни. Я наблюдал специально, как они живут, вот, чем, понимаете? И увидел, что да, что основа счастья. И вот меня с детства привлекали фильмы индийские. Я думал, почему это так прекрасно? Почему так? И, да, я увидел, что это вот, вот эта чистота и желание следовать духовной культуре, вот этим принципам. И вот это Марс, он защищает. Бывает, что вообще не защищает. Это тоже можно увидеть. Он просто разрушает. И вот, в основном, он защищает семейную жизнь. Мы только что это рассмотрели. Поэтому показатель Марса в карте, это показатель, что у вас там будет, какие проблемы. Это точно. В основном, вот это, я вот смотрю положение его, и видно, что у женщины точно будут проблемы в семейной жизни. Она может и замуж, некоторые замуж вообще могут не выйти. Вот этот Марс, представьте себе, он так вот стоит, и он так вот дает вот женщине, что она может так вот ее как бы защищать, хочу сказать. Да, это, да, он такой защитник. Вот, потом есть, вот среда, вот среда управляет Меркурий планетой. Меркурий это планета разума. У разума есть две функции. И первая функция, это развлечение. Будхи. Способность развлечать. Вот это в детстве. Вот нас воспитывают, вот что именно от детей хотят. Что, расскажи-ка, что такое хорошо, а все такое плохо, да. Вот, и вот ребенка наказывают, чтобы дать ему понять, что вот что-то нельзя делать плохо. И таким образом воспитывают его разум. Если вообще ребенка не воспитывают, и не показывают, что такое хорошо, а что такое плохо, то он вырастает вообще непонятно кем. Понимаете, у него нет разума различать тогда. Вот это, вот эта способность различать. И вот это образование с образованием связано. И уровень развития интеллекта Меркурий определяет. Это очень интересная планета. Это способность различать. А вот следующее, Юпитер. Юпитер, это цель. Вот когда человек, он имеет какую-то точку опоры, как вы говорите, цель, тогда все остальное обустраивается само собой. Появляется туда система. Но система, это уже Сатурн. Это уже дальше. И вот когда у нас есть цель, когда мы понимаем, зачем человек создан. И какая это вообще цель творения. Почему создан этот мир? Разве никто об этом не задумывается? Ну, может быть, кто-то не задумывается. Почему у меня в жизни проблемы? Что за этим стоит? Ну, какая-то закономерность. Я вот наблюдаю, что там постоянно возникает, какие-то трудности, проблемы. Что же за этим стоит? То есть какая-то цель. И вот это Юпитер, он показывает именно возможность увидеть вот эту общую цель. И вот когда он становится более материалистичным, то это идеология, государство. Вот раньше у нас наша цель была коммунизм, да? Такое бесклассовое, чистое общество. Но это тоже взятый свет. А теперь, как бы, ориентир поменялся на деньги. То есть, как бы, другая цель стала. Ну, тоже цель. И это вот такая материальная. Вот, да, это так. И потом идет интересная пятница, планета Венера. Венера, она, это планета, которая показывает, вот как мы наслаждаемся в этом мире. Вообще, Луна тоже отвечает за удовольствие. Но это в состоянии ума. Потому что, если ум не умиротворен, то мы не можем ощущать себя счастливыми, правда? Постоянно, если у нас вот беспокойство, что что-то на нас нападут, или что-то отберут, или что-то с нами произойдет, то мы наслаждаться жизнью не можем. Вот эта Луна, она именно показывает это. И вот медитация, занятие медитацией, это дает возможность нам умиротворение. Вот это, то, что связано с умом. И следующая планета, это Венера. Это вот именно духовный аспект. Венера, она отвечает за чувственное наслаждение, за вот счастье от противоположного пола. Вот. И оно проявляется в цивилизованном обществе, в виде искусств. Понимаете, вот чем цивилизованное общество отличается от нецивилизованного? В том, что вот эти отношения, они возвышенные. Они не вот эти животные отношения, понимаете, люди вот, примитивные, да. А есть вот искусство, культура, да. Вот видите, да, вот картины. Мы вот здесь вот собрались. Это с Венерой связано. Это творческий потенциал. Вот. Это искусство. Человек, он, понимаете, он видит прекрасное во взаимоотношениях. И видит прекрасное в природе. Это как творение Господа, вот видеть вот это. Это вот качество Венеры, оно дает вот это ощущение. Понимаете? Это очень сложно передать. Вот когда эта планета, она хорошего качества и сильная в карте, то вы находите такое удовлетворение в созерцании природы, в искусстве. Вот. Ну, просто не передать. Понимаете, да? Правда? Это правда. И вот Венера, она очень сильна у святых людей. Потому что они, они счастливы просто тем, что у них есть отношение с Богом. Понимаете? Вот это. И следующая вот эта планета, это Сатурн. Вот Сатурн, он проявляется в таком, ну как, на низком, ну таком приземленном уровне, низком. Это как тяжелый труд. Вот Жатомир очень сильно под влиянием Сатурна. Хотя приехал, я сразу это увидел, очень четко почувствовал вот эту энергию, вот эту прессинку. Какая депрессия, вот это все, как бы на вас вот эта плита, да, так, Сатурн и так далее. Это точно. Он уйдет или будет довезти сюда? А может изменить качество. Интересно. То есть здесь все сильно работающие? Ну работающие, да. Пропущенные. Ну это правда. Вот Днепропетровский, я в Днепропетровске жил тоже 5 лет. И мне там очень понравилось, но вот экология я не мог. Я туда уехал. Тоже под влиянием Сатурна. Там очень много тяжелой промышленности. Люди, и видно такая жесткость больше, знаете, вот в отношении. Да, это влияние Сатурна. Но у нас нет промышленности. Все равно качество Сатурна это просто работа. Это вот эти рамки семья, работа, им какие-то различия. Все. Это Сатурн. Понимаете, да? Когда человек выходит на более высокое уровень, вот это уже искусство, Венера, да? Это человек уже выходит за эти рамки обыденности, правда? Он уже как-то из каких-то более воздушных вещей, что не просто есть работа, там, семья. Есть еще прекрасные картины. Вы смотрите на жизнь. Как-то вот, ну, расширьте свое сознание. И вот этот Сатурн, он, какая у него функция? Вот если человек очень греховный, то он как раз его и ставит вот эти рамки. Вот тем, вот это семья, работа и какие-то вот развлечения. Все. Вот. И вот чем дальше, тем вот эти рамки, они становятся более тяжелые. Вот я видел, что интеллигентные люди, они как-то, Сатурн на них влияние чуточку поменьше. Вот вы можете обнаружить, да? Вот вы поэтому как бы не согласились, что Житомир, вот есть интеллигенция в любых местах, да? Вот. И в основном, вот, если вот вы посмотрите, все люди, они в каких-то вот этих рамках находятся, да? Вот. И они не могут видеть дальше. Вы вот пытаетесь им говорить, вот есть, да нет, вот. И все, понимаете? Это невежество. Да, это невежество. Да. И вот Сатурн, когда он хорошего качества, то он, человеком, он становится таким бескорыстным. То есть он хочет помочь другим. Понимаете? Это тоже Сатурн. Это демократия. Вот у президентов, у нескольких, вот есть Сатурн, прекраснейшая планета. Это желание заботиться о массах. Например. Как-то им. Ну вот я смотрел, вот, например, Рейгана, тоже там Сатурн очень сильный, допустим. И Тетчер тоже, Сатурн, там стоит в самом большом возрасте. Но вот в таких людях, которые как-то связаны с массами людей. А Махатма Ганди? Махатма Ганди, да. У него Сатурн тоже очень хороший, конечно. В этой девятой карте внутренней. Прекраснейший. Да, это вот так. И это желание, вот этот Сатурн, он тогда становится планетой сострадания. То есть, если вы сами, ну как страдаете, да, вот, то вы хотите помочь другим. Вот Шила Прахупады, пожалуйста, Сатурн, сам в возвышении. Это так. Он, тем более, в десятом доме, он столько служил в обществе. Целая организация, вот эта организация, Сатурн тоже отвечает за организацию. Ну, масса. Интересно, что, когда мы приходим в этот мир, вот, вот наша душа, мы получаем рождение от Отца и Матери, да, это Солнце и Луна. Вот это показатели вот в карте нашего рождения. И качество мы получаем как от Отца, так и от Матери. Можно посмотреть, в европейской астрологии больше уделяется внимание качеством Солнца, да, ну, потому что это как больше эго связанного. Это тоже так, у нас есть качество Солнца, да, можно посмотреть в карте. Но вот в индийской астрологии больше внимания уделяется качеством Ума, Луны, потому что идет речь больше о работе над Умом, над собой. Вот, не сколько, что нас определяют. Просто, да, мы получаем рождение от Матери, и это ближе всего, вот, к нам. И она считается вот этой звездной, потому что, когда Луна проходит 12 знаков Зодиака, она проходит 27 звезд. И вот эти 27 звезд, они дают, как бы, более так, такое определенное качество этим знакам Зодиака. Вот, например, Овен, вот, Овен, да, первый вот этот знак. Все слышали и знают это, что такое Овен. Это, как первый импульс, толчок. Вот эта энергия времени от Господа, его потенция, она вот этот мир так толкает. Вот этот толчок, этот Овен, это голова. Обычно лидеры, вот, революционеры. Вот у Ленина, например, вот этот Овен, вот этот знак очень сильно развит, с тремя планетами, там, самыми сильными, еще и в десятом положении славы, вот, всего. Вот, Овен. И вот этот знак Зодиака имеет три звезды, вот, интересно. И первая звезда, вот, это Ашвини. Звездочка, это небесные целители, и с другой стороны, они связаны с перемещением, звезда транспорта. И люди, которые с этой звездочкой, они рождаются, вот, или качества выражены, они любят путешествовать, они так несут с собой свет. Такие, знаете, как первооткрыватели. Вот это, в Овне, вот, эти качества больше подчеркиваются. Потом вторая звездочка, это Пхарани. Пхарани, она переводится как утроба. Вот, и что связано с этим, это связано с качеством очищения, или же рождения. Почему мы рождаемся в этом мире? Эта звезда, она приносит очень много борьбы в жизни, страданий. Вот, если первая, она такая божественная, она, как этот импульс. Вот, а вторая, она, уже как наше рождение, мы получаем, и мы, ну, получаем вот эти все уроки, испытания, вот эти вот страдания, ну, чтобы очиститься, вот эта вот утроба переводится. Вот это, совсем другое качество Овен приобретает, видите, уже под этой звездочкой. И третья звездочка, еще вот Овна, это Критика. Критика, она управляется Солнцем, она такая огненная, такая независимая, и сейчас еще такое качество топор, она способна, знаете, ну, как вот рубить, вот человек, он такой прямой, такой честный, такой, знаете, как отрубился у нас. Вот, если в этой звездочке вот есть планеты, то приобретают вот эти качества, тоже вот интересно. И вот эти все 12 знаков Зодиака, они имеют вот этих 27 звезд, и вот эти знаки, они имеют вот эти более глубокие черты. Вот. И каждый человек рождается под определенной звездой. Вот эта звезда рождения, она показывает наши качества и нашу судьбу. И мы можем увидеть, где больше всего будет интереса, и где больше всего судьба будет проявляться в нашей жизни. Да, это правда, мы можем увидеть это. Поэтому вот эта индийская астрология, она звездная. И вот, да, можно поэкспериментировать, вот увидеть. Я, например, родился, мой восходящий знак Стрелец, как вот такое вот направление вот это, на развитие. Вот. А звездочка, вот эта, Мула, Мула переводится как корень. Это человек, ищущий первопричину. И желание докопаться до истины. Понимаете, вот это. Вот. И вот это вот качество, оно присуще вот судьбе, уже становится. И вот человек, он как бы рождается, и уже не случайно, уже раз. И я как прочитал, что вот эта вот звездочка, и что, да, мне как бы вот это как бы присуще. Желание всегда было докапываться вот до корня, до истины. И мало того, она еще переводится как Аллахшми, или звездочка бедствий, всяких вот такой проблемной, трудной жизни, судьбы. И сразу же можно понять, какая судьба у человека будет. И еще положение вот управителя, оно может показать в основном, где наша жизнь, где события будут происходить, в чем они. Тоже можно понять. Это очень интересно. Вот эта звездная астрология, там не просто знаки зодиака. Вот я родился под стрельцом, хорошо. Но более глубже, что меня поразило, это звезды. Звезды, они, они как дарители плодов нашей кармы. Они распределяют наши плоды, хорошие и плохие, которые мы заработали в прошлой жизни карме. Это, и знаки зодиака, они, это переводится как раши, это совокупность звезд. И вот совокупность определенных звезд, это какой-то знак зодиака. Вот, тоже вот интересно. Да. И вот, вот эти три составляющие есть у нас, в нашей жизни. Это Отец, Солнце. Это, ну, Бог, на самом деле, Господь. Ну, все от Него. Потом есть Мать, Мать, это природа, это его женская часть. Господь, Он никогда не один, у Него есть и энергия, уже супруга. Вот, Кришна и Радха, Лакшмина Рая, Наси Тарама. Вот, и не всегда есть Господь, мужское начало и женское. Всегда поклоняется, вот на алтаре есть. Вот там, видите, сверху вот эта вот картина, видите, да? Вот там, на самом верху, вот эта рамочка, да? Там есть, по-моему, там не клей, кто его держит. Радха Кришна. Радха Кришна. Видите, да? Вот, Радха Кришна, Отец и Мать. И мы, вот, да, и там всегда есть поклонение Радхи Кришне, потому что это наш Отец и Мать изначально. Вот, и мы, живые существа, у нас есть какое-то свое предназначение. И вот это вот предназначение, это, вот, какую роль мы будем выполнять в жизни, что ж мы будем делать. Вот, и это, как бы, наша такая задача. И вот, в духовной плане, это наши обязанности, которые мы можем выполнять в служении Господу, в служении Радхи Кришне. Очень, ну, бескорыстно. Вот это наше предназначение. Конечно, у каждого человека есть свои какие-то задачи в жизни, предназначения. Но это вот в духовном смысле. Да, я как раз закончил. Я как раз вот и остановился, да. И у меня есть оголошения такие невеличкие. Мы хотим у всех присутствующих запросить третьего числа.